Здравствуйте, уважаемые интернет-телезрители! В эфире ТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». В нашей студии сегодня журналисты Цви Зильбер, Михаил Гельбоа и я, Павел Маргулян. Господа, наша сегодняшняя тема, которую мы постараемся минут за 10-15 быстро разобрать, касается принятого совершенно недавно законодательной комиссии правительства инициативы, предложенной Аэлит Шакет и другими депутатами Кнессета, которые то ли развяжут, то ли свяжут руки нашему правительству в будущих сделках, переговорах о выпуске убийц. Конечно, свяжут. Правительство говорит, что свяжут. Прежде чем мы на эту тему поговорим, мы взяли интервью у специалиста, у адвоката Алекса Шмеринга, взяли интервью по скайпу и попросили высказать его мнение на эту тему. Давайте послушаем. Межминистерская комиссия по законодательной деятельности утвердила вчера законопроект, в соответствии с которым судам предоставляется исключительное право в рамках назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, кроме всего прочего, еще и ограничить, либо исключить полностью последующее помилование, либо сокращение наказания этим данным конкретным подсудимым. Что на самом деле должен изменить закон, предложенный, утвержденный вчера министрами законопроект? Ну, во-первых, конкретная цель, а именно предотвратить освобождение террористов в ближайшее время, на самом деле, эта цель этим законопроектом достигнута не будет, поскольку речь идет, он как бы нацелен на будущее, соответственно, поскольку до сегодняшнего дня суды в своих решениях не выносили, естественно, подобных решений не выносили, а именно, нет решений судов, те террористы, которые сидят сегодня, назначая им пожизненные заключения, суды на самом деле, не выносили решения запрещающего будущее помилования и будущее сокращение этого пожизненного заключения, на самом деле все те сотни и даже тысячи террористов, которые приговорены к пожизненному заключению сегодня, на них этот закон реально распространяться не будет. Речь будет идти всего лишь навсего о тех будущих лицах, которые в будущем совершат, возможно, тяжкие, сверхтяжкие преступления, убийства или террористические акты, и в отношении которых суды вынесут вот такие вот решения. Опять же, большой вопрос, в каких случаях суд вправе вынести подобные решения, только в тех случаях, когда речь идет о терроре, либо же в каких-то других особо тяжких, случаях особо тяжких убийств. Вопрос этот остался открытым и в законопроекте он никоим образом не затронул. Итак, мнение специалиста понятно. Цви, вам слово. Что вы думаете? Значит, напомню историю, что, в общем-то, разговоры на эту тему у нас, как говорится, то потухнуто, то погаснуто. Каждый раз, когда Израиль кого-то освобождает, Гелад Шалид, во время сделки с Геладом Шалидом, об этом много говорили, у нас страна, по-моему, разделилась примерно на 50 на 50, 50% считает, что можно отпускать ради солдат, вторая считает, что это аморально, нельзя отпускать убийц. Как вы думаете, вот эта инициатива, которая еще только является законодательной инициативой, она должна еще пройти через КНЕСИТ, изменит ли она положение будущего нашей страны в переговорах с различными террористическими организациями? С одной стороны, я совершенно согласен, что освобождение террористов в обмен на что-то, террористов, ладно, освобождение убийц в обмен на что-то, это совершенно безобразие, и в нормальном государстве этого быть не должно. Не на что-то, а на кого-то. Не важно. Потому что есть два аспекта, на что-то и на кого-то. У нас сейчас было освобождение в обмен на переговоры. Бывает на что-то, бывает на что-то. Да, конечно. Цела мертвых солдат тоже были. Совершенно верно. С другой стороны, я знаю практику наших судов, поскольку законопроект предлагает, что суд будет выносить некий приговор с отметкой, амнистии не подлежит, то есть, если человек получает... Без права на помилование. Без права на помилование, значит, его нельзя освободить. Я хочу напомнить, что на самом деле в Израиле смертная казнь по закону существует, просто израильские суды никогда ее не применяют. Вопрос, будут ли суды пользоваться этим инструментом. Я не вижу никаких реальных причин сегодня, помимо какой-то идеологии, от которой наш Верховный суд, который задает юридическую практику в Израиле, освобожден или, скажем так, не разделяет идеи, а елет шакет по большому счету. Трудно сказать, какие взгляды он разделяет, но большинство судей, скорее всего, не разделяет эту идеологию. Я не вижу никаких причин, что суд начнет эту практику широко применять, и у нас в конечном итоге определится некая категория убийц детей, арабских террористов с кровью на руках, которые будут под эту категорию подпадать. Руководство с той же логикой можно спросить, почему таким террористам не давать смертную казнь. Логично. И тогда уже точно его потом ни на кого не надо обменять. Окей. Михаил, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что продвигая вот этот законопроект, там я напомню, в законодательной комиссии правительства семь человек проголосовали за и три против, наши политики как бы перекладывают ответственность на сторону юридической системы. То есть, судьи должны принимать решения, а мы должны им следовать. Нет, совсем нет. У нас существует очень много законов, согласно которым работает судебная система. Тем не менее, она иногда принимает решения, которые никак не вяжутся, или может быть даже где-то находятся на каких-то гранях, то ли минимальные, то ли максимальные, в соответствии с этими законами. Тем более, не она отвечает за все, что происходит. Законы принимаются к Несетам. Мы говорим о законодательной комиссии израильского парламента, а не израильского правительства. Это министерское законодательное. Но все это должно пройти через израильский парламент Несет. Я, учитывая, так сказать, политический расклад, сомневаюсь, что в такой интерпретации этот законопроект пройдет, то есть будет поддержан большинством голосов в израильском парламенте. Уже хотя бы потому, что даже среди тех, кто поддерживает с точки зрения идеологической или политической такие партии, как партия, допустим, той же Айелет-Шакет, могут оказаться в ситуации... Это партия Еврейский дом, напомню. Да. Может оказаться в ситуации, когда данный закон будет действовать против него самого же, или против людей, которые поддерживают данную партию, или ее идеологию. Поэтому я сомневаюсь, что в такой жесткой интерпретации этот законопроект пройдет. По всей видимости, в законодательной комиссии, в министерской комиссии он пройдет какую-то переработку, и он пройдет в Кнессете в общем и целом. Но прав ЦВИКа в данном случае, все зависит не от тех, кто будет принимать закон, и будет ли он придет или нет. Все зависит от тех, кто исполняет эти законы, то есть практическая судебная система. Будут ли пользоваться, допустим, те же судьи, максимальными наказаниями определенными в тех или иных законах, или нет, или будут искать как бы варианты, которые приведут практически к ситуации, в которой данный закон можно было даже и не принимать, потому что им просто не будут пользоваться. Скажите, пожалуйста, ЦВИ, как вы считаете, как вот сказал Алекс Шмирник сейчас, закон это касается тех будущих убийц, как бы не дай бог, как говорится, не про нас будет сказано, будущих убийц, то есть он не имеет ретроактивного действия. То есть у нас, у израильского правительства в результате в запаснике остается несколько тысяч, скажем так, сидящих в тюрьмах террористов, в том числе и с кровью на руках, которые могут быть инструментами в будущих переговорах. То есть этот закон что? Это пиар? Ну, кто я такой, чтобы судить, что этот закон пиар? Но, с другой стороны, я вспомню, это уже ставшее банальным посыл, что именно Израиль был той страной, которая ввела вот этот принцип никаких переговоров с террористами, никаких сделок с террористами. Она как бы ввела этот принцип, а параллельно переговаривалась. Да, мы научили... И первым же сам его нарушил. Мы научили этому принципу американцев, которые, кстати, придерживаются. И они его придерживаются. А потом именно мы пошли на эти переговоры. Конечно, самая первая сделка, наверное, в этом процессе была ошибкой. Потому что, если бы террористы знали, что никаких сделок с ними не будет, то, возможно, и не было бы всех вот этих захваток. Поскольку террористы сегодня знают, что захват любого израильского солдатика, новобранца, зазиравшегося, да, это самая вкусная вишенка наверху взбитых сливок на самом вкусном пирожном, то, соответственно, это создает у них мотивацию. И мы каждый раз говорим, вот все, этому надо положить конец. Вот на этот раз надо этому положить конец. Вот на этот раз мы не обменяем. И каждый раз выходят на улицы тысячи людей, и поднимается крик до небес, что мальчика надо освободить, как было с Геладом Шалитом. Это очень яркий пример. Я не знаю, был бы такой крик, если бы это был не Гелад Шалит, а, скажем, паренек из русскоязычных репатриантов или из юридических репатриантов. Нет, тут дело в активности. Дело не в этом, совершенно верно. Дело в активности. Поэтому, даже если этот закон будет принят, и мы в конечном итоге, да, у нас будет некая категория находящихся в тюрьмах убийц вот с этим вот обжалованием, помилованию не подлежит, амнистии не подлежит. И опять создастся такая ситуация. Так что? Так семья скажет, меняйте закон. И в конечном итоге поменяют закон. Любой закон, как мы знаем, можно не принять. Любой закон, закон. Ты знаешь, я с тобой не совсем согласен. Я думаю, что в данном случае все-таки и есть какой-то привкус чисто политического характера во всем, что касается принятия или непринятия данного закона. Мы должны принимать во внимание тот факт, что наши политики не в состоянии, может быть, боятся, может быть, не готовы принимать действительно тяжелые, очень тяжелые решения. Михаил, я хочу сконцентрировать ваш ответ. Вот скажите, вот я спросил у ЦВИ, что может быть это пиар, но с другой стороны, может быть, наши политики рассчитывают на то, что принятие такого закона, есть какое-то рациональное зерно, оно подействует на будущих потенциальных убийц, которые могут понять, что суд в отношении их может принять решение бесправо на помилование, они будут сидеть в тюрьме всю жизнь. Паш, первую очередь, в политике надеяться на то, что если этот закон будет принят, даст им возможность противостоять вот тому моральному давлению, которое оказывают семьи пострадавших и тех, кто их поддерживает. И тогда тот политик, которому может быть очень мягкое сердце, может быть очень жестокое сердце, он скажет, я ничего не могу сделать, да, к сожалению, ничего не могу сделать, существует закон, я не могу, так сказать, его нарушить, его приступить. Существует судебное решение, которое должны принимать судьи, опять же, на эту тему. Да, но в данном случае и тут, если закон будет принят в том виде, в каком его подала еле шакет и не будет изменен в министерской комиссии, придется судьям в какой-то мере повиноваться всем тем параграфам, которые, ведь там будет все-таки, есть минимальное наказание, есть максимальное наказание, и если судом будет принято решение о применении максимального наказания, тут уже никто ничего поделать не сможет. Я хочу сказать, что в этом законе есть еще одна составляющая, которая почему-то не очень широко рекламировалась, это предложение Якова Лицмана из «Яду Татуара», который добавил к этому закону, и оно тоже прошло, что не выпускать даже тех, кого принято решение выпустить, то есть принято помилование, не выпускать из тюрем, пока они не выплатят всю компенсацию, которую назначил им суд семьями убитых. То есть это тоже может затормозить, даже если сложатся все факторы для того, чтобы отпустить человека, пока он не выплатит, а выплаты эти сотни тысяч шекелей, его тоже могут не отпустить по этой причине. Но давайте так, придем к какому-то заключению. Я просто одну реплику, я не помню при каком премьер-министре, но вот тоже была такая история, когда захватили израильского солдата, и его мама прорвалась к премьер-министру на прием, устроила там дикий крик, и сказала освободить, я тебе доверила моего сына, освободить любой ценой. Тот говорит, а что, если меня террористы скажут отдать им Иерусалим, я должен им Иерусалим отдать. Он сказал, меня не волнует, отдавай Иерусалим, но чтобы мой сын был дома. Ну, собственно говоря, был недавний пример, когда Натаниагу выступал в День независимости, семьи погибших от рук террористов, которых она отпускает, там устроили ему, они кричали, не отпускать террористов, обструкцию. Совершенно верно, то есть пока у нас жизнь солдата имеет такую высокую цену, может быть, это и хорошо, пока у нас семья может так мобилизовать общественное мнение, поднять такое, оказать такое жестокое давление на правительство, пока у нас не изменилась эта практика торга заключенными с кровью на руках, я думаю, что закон, принятие нового закона, а уж тем более какие-то там денежные компенсации. Мы сделали в самом начале очень большую ошибку, мы почему-то не сумели отставить позицию, согласно которой подобного рода требования, это вмешательство во внутренние дела государства, потому что судебные решения... Требования террористов имеете? Да, требования террористов, судебное решение. Сначала это были только требования террористов, затем на каком-то этапе это была часть требований наших друзей, американцев, когда шла речь о переговорах с палестинцами и идет на сегодняшний день, ведь американцы оказали нас давлением с тем, что да, освобождайте ребята и террористов. Ну, господа, я думаю, что здесь решение может быть только какое-то... Вот если будет принято однозначное решение, то, что Израиль начинал, как Циви напоминал нам, мы не ведем переговоры с террористами, тогда это может дать какой-то результат, а пока, если я вас правильно понял, этот такой твердый такой вот закон, однозначный, по нашему мнению, ничего на самом деле не означает. Пока нет. Я думаю, да, все зависит не от закона, принимаемого Кнессетом, а от многих других вещей. От того, кто стоит. От того, кто принимает решение. От каком виде он будет принят и будет ли он исполняться. У нас есть очень много решений Кнессета и очень много законов, которые по сегодняшний день выполняются. Окей, спасибо вам за ваше мнение, спасибо за внимание, уважаемые телезрители. Субтитры создавал DimaTorzok